всем привет привет сегодня мы выехали на стрельбище с какой интересной темой вы видите у нас сейчас на столе огромное количество разных всяких прицельных приспособлений а рядом со мной в гостях константин вот константин у нас ярый ярый я бы сказал наверное анти загонник вот так бы я сказал а почему я к этому подойду чуть позже значит костя скажи мне вот из этих всех прицелов у тебя твоих два правильно да правильно бери их руки показывай сейчас так сказать потихонечку вам подходить значит ты ярый поклонник кулиматоров ну на коротке да на коротке да вот а второй прицел у тебя какой он у меня стоит тоже пиладовский он у меня стоит шестикратный там у меня стоит на 6 на 40 до постоянник постоять постоянно верно он у меня стоит на карабине на тот случай когда едем на байбака бывают случаи редкий случай когда можно им воспользоваться на загонной охоте но это когда у нас поле видимости хорошее так не вот а в остальных случаях я до пользуюсь вот смотри на то есть я так понимаю что коллиматором мы пользуемся на коротке ну да потому что ну все таки как бы чем дальше тем больше . получается очень сложно да да а этим этим мы на коротке не получится только на далеке на далеке и желательно стоячие мишени а вот если например ты приехал на какую-то охоту к примеру да а у тебя бывало такие что случае ты приехал что я знаю там будет охота такая все взялся с собой коллиматор и тут такой ставьте на место а цель метров 200 и ты такой блин вот если вот сейчас была бы оптика я вот снял бы смело вячеслав были такие моменты в этом году хотелось два номера помимо меня стояли на поляне дальний номер и предпоследний от меня номер могли в принципе взять косулю и вот я хотел закрисятничать достать не получилось я я думаю ну когда же ребята стрельнут а костя а вот наоборот тут как бы ты сейчас рассказал это случай с коллиматором что тебе не хватило кратности надалеко а вот наоборот были ли у тебя случай когда ты пришел вот с таким например прицелом и у тебя зверь выскочил так близко что твоих шести крат получилось что тяжело ловить на шести краток когда близко славно я думаю не у меня такого не было но я думаю было бы сложновато его поймать потому что несмотря на то что он постоянник конечно с близкого расстояния но это нереально но все это как перевернуть его другой стороны но тут море калида по наитию знаешь она вот тут рядышками ты просто по стволу по вкладке это реально смотри вот как вот сделать так как вот сделать так чтобы ты как бы между все время был у тебя и коллиматор и скажем шестикратная оптика вот как вот можно так сделать вот как ты думаешь заказать китайцам двойной крон я тебе предлагаю как раз шесть крат здесь у нас получается коллиматор я тебе предлагаю значит 16 на 24 это загонник ты же я рыбал противник загонников ну я вот так не юзал руках вот вот смотри загонник это вещь чем интересно так то есть мы ставим минимальную кратность единичку и смотрим двумя глазами поле у нас получается настолько широкое что в принципе тот же коллиматор мы только включаем . до последочку и начинаем смотреть надо еще поймать расстояние ну понятно что как бы здесь у хорошего коллиматор вот так вот так я у хорошего загонника всегда идет там 10 11 сантиметров расстояние до глаза но тысяча тысяча пытаешься увидеть точку должен сфокусироваться попробуй через точку посмотреть куда-то вдаль просто двумя глазами и ну понятно что тяжело потому что но он двигается же прицел на оружие нормально 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 вот это вот на как раз таки и есть тот самый загонник понятно что его надо попробовать но я уверяю тебя как только ты его попробуешь ты уйдешь от вот этого и вот этого надо пробовать но у тебя же был вопрос какой ты же хотел чтобы да у меня 6 крат а больше да у меня друг купил полтора на 6 пом на 9 полтора на 9 другу привет и да и не было интересно попробовать что-то более 6 крат но в то же время не прогадать чтобы можно было работать на разных дистанций вот смотри более 6 крат вот здесь вот лежит прицел мне этот прицел очень нравится как бы не принципиально какая-то фирма-изготовитель но в данном случае это 318 3 на 18 преминократно с линзочкой 50 и да вот смотри сразу сразу ты сказал вот у него пошли минусы он длинный даже вот против твоего он длиннее он тяжелее соответственно видишь как кольца стоят то есть это кольца соли да то есть максимально сдвинут прицел тут еще у этого прицела что мне нравится у него большой релиф тут 10 сантиметров обычно обычно у таких прицелов а релиф где-то 80 бывает 70 миллиметров то пишу вот так удалить ему же да это да чем больше релиф тем тем больше он тебе прощает туннельный эффект вот это неправильно поставка но опять же мы берем прицел хороший все но опять же возможен такой случай когда ты пришел с этим прицелом а зверь выскочил вот он на коротке в сблизи да вот понятно что этот прицел 3 на 18 и прицел твоего друга которого 9 понятно что он выиграет у него потому что он все-таки 18 крат есть 18 крат да на 3 посмотришь посмотришь как он до релиф большой а все прицелы у нас идут во второй фокальной плоскости чтобы не уходить от его постоянника то есть он привык что у него сетка всегда постоянная поэтому как бы мы сразу сейчас целенаправленно не хватаем первую фокалочку я что предлагаю давай сделаем вот что я предлагаю тебе прицел называется black best да от компании redwin значит на него было уже был обзорчик кто не видел здесь над головой повешу ссылочку зайдите посмотрите принцип какой-то прицела во первых у него переменная кратность от 1 до 10 ух ты да значит он на первой кратности он значит у тебя равняется с твоим загонником к коллиматором давай за коллиматором да значит доходим до 6 до 6 доходим будет проверить это это уже твой прицел будет вот и потом потом мы доходим до десятой кратности и ты другу своему с новым прицелом полтора надеть передаешь привет друг у него же будет понимаешь как у него дальнобойный будет прицел да вот а у тебя 10 кратность а у него 9 в любом прицеле я не рекомендую стрелять на максимальной кратности которая есть на прицеле то есть если мне 9 ему будет комфортно стрелять 78 здесь мы тоже сделаем наверно 89 в любом случае у нас будет больше но когда мы сделаем единичку включим подсвета да да я понял о чем я 3 да вот когда ты это все посмотришь и в принципе здесь близенько надо глаза держать здесь 10 до картиночка прям прям картиночка такое ощущение что здесь ничего нету я миду про стекло и висит прицельная марка прикольно вообще если так человек говорит это значит что такое просветление просветление у стекла шикарно я вот что думаем давай наверное мы с тобой отбросим твой коллиматор твой постоянник откинем загонник 16 уберем тяжелый дальнобойный оптику и оставимся вот именно на вот этом прицеле 110 установим сейчас он на твою сайгу 308 исполнение 61 и исполним разные вещи зажигаем готов да не уходите ребят но привели мы вроде бы как нам кажется к нормальному бою но решили на 100 метров не стрелять потому что 100 метров но это какой-то ну не интересно грубо говоря да все-таки этот прицел чтобы там не говорили он не для бумаги это его от сетка это четко вот именно охотничать тема поэтому на 200 метров вы сейчас это видите на повесили гонг гонг идет 18 на 18 сантиметров то есть получается на 200 метров это кости сколько три минуты три минуты три минуты то есть девять сантиметров грубо говоря да на 100 метров было да но я думаю в три минуты ты должен уложиться мы будем сейчас первый раз стрелять выносом то есть как вы видите гонг но мы не стали идти туда далеко насколько камера приблизилась то есть вы будете видеть попадания если они будут конечно сейчас мы первый раз стрелять выносом кости вернее будет первый раз стрелять выносом вот кости что-нибудь хочешь сказать хочу сказать что сегодня с погодой нам как обычно везет и как ни странно хотел спросить слойка с подогревом потому что лежу такое ощущение что она подогревает меня либо кто-то или либо кто-то тебя вспоминает да 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 я думаю что ты горбом лежишь-то так ну что кость давай пробовать у нас будет падение пули где-то наверное сантиметров 12-15 пуля тяжелая оболочка 11 9 до 10 и 9 10 и 9 до 10 и 9 барнаула оболочка то есть падение будет где-то наверно сантиметров 12-15 да да мы увидим я увижу в этот прицел мне он пока нравится пока он мне нравится так кратности какой поставил максимал очка до до упора до вентил пусть будет пусть будет девятка ну почему девятка на крути до упора хорошо а у тебя у друга прицел полтора на девять ну да мне хочется попробовать на девятке пусть будет ровно 9 давай значит у тебя там сколько по идее патронов ну пяток наберется пяток давай начать с пяти выстрелов посмотрим сколько ты выносом попадешь в гонг готов до стрельба по готовности огонь понеслась давай а ты знаешь а гонг шатается но если ты конечно не попал в ногу я могу а что надо было в гонг слушай мне кажется чуть-чуть надо выше брать слав принял делая вы нас еще чутка выше огонь пуль это тяжелая слушай но то что ты стреляешь попадаешь в квадрат это сто процентов но почему он не движется он замерз я показал что пуля пришла по высоте идеально но ты стрельнул чуть чуть левей мне так показалось но опять же в камеру я и повторю давай хотя бы раз то попадем ты помнишь как ты целился да сейчас сейчас повторю дай бог повторю давай как раз она болтается самый кайф да я обожаю все как-то любишь уже но где-то рядом я прям слышал как она рядом прям пролетела я ее видел в прицел на ты чё ты наблюдал за весь полет пули ты нам да 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 такой рекламы прицел еще не было опять попадания так холостой выстрел предохранитель пять выстрелов сделали два попадания кость я думаю вообще вот свое сейчас видение изменилось о загонниках о их возможности что загонник может еще и стрелять далеко что нет необходимости ставить большой такой огромный прицел изменились возможности для меня это было открытие ну раз я была открытие то что ты не замерз лежа на льду так а костя сейчас лежит прям на льду и его бубенцы значит как там это спасает от мороза от льда чисто натурального льда всего лишь красивая слойка рекомендую ссылочка на нее будет под видео кость ну давай наверное мы сейчас дальнобойный прицел как говорится в одно соединили да давай теперь мы в это одно сделаем коллиматор твой на первой кратности на первой кратности блин это будет очень интересно вот и мы наверно сейчас поставим какие-то мишеньки сделаем как ты вот совершенно недавно стреляла с голографического прицел графического коллиматора готов да для вас будет одна секунда поехали так ну принципе вы видели как костя отстрелялся на 200 метров первый раз а сейчас значит у нас там вот сзади мы поставили пять палочек на них прибили картон очки и сейчас задача какая костя также первый раз первый раз специально не давал ему стрелять значит также сделает 10 выстрелов правильно да 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 10 выстрелов на первой кратности то есть мы сейчас посмотрим можно ли сделать вот эту золотую середину одним прицелом до 1 1 то есть мы делаем и далеко возможность и возможность стрелять блин обыграем эти моменты в любом случае в любом случае сейчас сейчас будет какой-то какой-то инцидент будет будет любом сэкономили на картонке до картонка маленькая специально так пойдет да значит а смысл такой первая у нас картонка вот здесь метров 1 10 а дальняя получилось 110 метров ну и так по раскидали вот смотри ты когда стрелял с голографическим прицелом ты стрелял с ближней начал и уходил туда стрелял 2222 я предлагаю тебе вот что сделать по одному разу ты будешь стрелять раз два три четыре пять возвращаемся на первую 6 7 8 9 10 два круга сделать да то есть твоя задача хотя бы один раз а тут будет сложнее же а вот и мы посмотрим да как работает загонник поле его зрения вот заодно ты сейчас скажешь все варианты скажешь ты мне скажи что самое главное на загонной охоте ну вот у тебя есть загонник карабин что самое главное на загонной охоте попасть но это же самое главное техника безопасности да все ровно ровно я думал на тебе нет ничего такого что тебя твой сосед по номеру увидит да конечно я кричу и смею от компании павган я тебе презентую вот такой красный латекс примеришь блин для зимы я думаю это будет на его значит хорошо это можно этот подшлепник его можно прямо на шляпу накинуть где давай подержу слова не чё чё сразу слова то ну видал смотри лянь ты на подосиновик похожа огромный я больше на мухомор на джай ну чё к мухомор ты надо с этим присыпать чем-то белым шоточки сейчас будет больше так вот подарок от компании павган взял я ухожу за кадр да 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 и бесподобно смотришь то вообще модельеры москвы тебе завидуют хорошо так и пристёгивая магазин как-то ярко смотришься слушай прямо яркий понимаешь персонаж ты теперь досылай патрон патроне карабин вверх ой у нас прям ветерок поднялся чудный наш любимый кося по команде огонь через левое плечо через левое плечо делаешь так же как вот стрелялся до каллиматором вот точно так вот сейчас и проверим да какой загонный прицел да ну к любому загону к любому прицелу надо привыкать я думаю что прилагается руки да и вот мы посмотрим ты готов до через левое через левое начинаешь с первой и поехали по одному выстрелу потом возвращаешься и повторяешь просьба давай только не кричи быстрее 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 на втором кругу буду кричать хорошо давай так готов вы пожалуйста не пинайте уважаемые зрители ногами по должен будем делать это первый раз соответственно первый раз загонник да что есть готов да огонь принял так быстрее тоже загонник на подводе стреляй я только делаю двумя глазами двумя глазами стреляю знаешь потерял чуть-чуть потерял чуть-чуть холостой выстрел предохранитель как ты думаешь как ты отстрелялся я думаю хуже чем с голографического коллиматора голографический коллиматор приближен к твоему как голографический прицел из коллиматорный прицел есть голографический прицел ну хорошо вот ты просто привык калику к своим нужно поэтому тебе голографический прицел был плюс-минус да а здесь это немножко другая система ловить надо чуть-чуть все равно ловить ну понятно но она привыкнуть к любому прицелу ну как ты думаешь что ты настрелялся вверх я думаю с 5 попал а если не попался за ковыряем я заметил что второй круг ты стрелял гораздо быстрее. А, мне кажется, наоборот. Нет, гораздо быстрее, ты стрелял второй круг, еще что-то приговаривал там. Ну так я специально, чтобы ты не молил, чтобы ты не кричал. Ну что, пойдем посмотрим, что ты настрелял? Да, конечно, помчали. Пойдем, сейчас тут главное не навернуться на льду. Сейчас будем повторять первую версию. Я попал два раза. Давай с дальнего начнем. Нет. Давай с дальнего. И пошли туда, посерединке. Там, где мы стояли. Блядь, подожди, Костя. Ваза, Ваза. Зима, однако. Зима. Так, идите сюда. Идите сюда скорее. Дошел. Это возраст. Скользко? Это не скользко, это возраст. Подходите сюда поближе ко мне. Так. Ну смотрите. Так. Это была ближняя. Специально маленькую я ему такую сделал. Раз, два. Дурак бы не попал. Но очень близко. Очень близко пульки положил. Каждую мы будем на 20 метров, грубо говоря, оттягивать. Раз. И вот она прям в палочку, вот свежая. Два. Блин, я удивлен. Ты удивлен? Я удивлен. Раз, два. Я удивлен. 80 метров. Да. Раз, два. И вот тут интересный момент. А что тут интересного? Вот она. Вот свежепробитая. Вот она. Свежепробитая. Вот она. Раз попадание. Два попадания. Я в шоке вообще. Я думал пять раз попал только и все. Ну что, давай. Свои эмоции. Правду матку. Правду матку. Руби. Зажигаем. Понравилось. 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 На 200 метров можно было и больше попадания сделать. А вот с этим... Если бы я тебе дал время, возможность, чтобы ты именно к этому прицелу успел привыкнуть... Это вообще сильно. Хоть на первой кратности, хоть на максимальной. И тогда была бы уже разница. Да, соглашусь. А так-то я тебе не дал, вообще этого не сделал. То есть мы пристреляли на сотку, и я меняю резко план, о котором ты не знал. Я сразу переношу на 200, а потом уношу сюда. А теперь на 200. Да, было. Блин. Слав, понравился. Загонник понравился. Четкая картинка. Я думал, я не увижу. Помните, в начале я сказал антизагонник? Да. Вот до этого видео Костя был противником. Он говорил, загонник нет. Должен быть коллиматор. И хорошая оптика. И хорошая оптика. И я буду все время менять. Туды, сюды, туды, сюды. Но вот этот момент, что именно сегодня потребовалась оптика, и именно сегодня потребовался калик, никто не отменял. Блин, да. Ну скажи мне, если приловчиться вот этим вот, 1.10. Я так думаю, если приловчиться, будет интересный результат. Чтобы ты не менял все время прицел, а вот именно с одним ты бомбишь, бомбишь, бомбишь. И прицел того стоит. Продается. Кость, ну тебе, во-первых, спасибо тебе, что ты, как говорится, приехал к нам, поучаствовал. Во-вторых, красный цвет идет к твоим глазам шикарно. Вот. То есть компания Павган уже оценит твое, так сказать. Да нет, бирочка есть, да? Вот, да, вот. Это не видно. Все, хорошо. Все, есть бирочка, все. Буду ходить, буду ходить. Вот. Но самое интересное, у нас же есть еще один спонсор. Компания Neolements. Конечно. Вот такая пена для чистки оружия. Это тебе. Это я слышал. Да. Это я слышал. Это тебе. Это, да, запшикиваешь ствол, как монтажной пеной. Угу. Убираешь чехольчик и с охоты едешь домой. Что гладкое ружье. Это классно. Что нарезное. Прям, причем, задувай ее вот с дульного среза и пусть она туда прям залазит везде. В механизм, во всю эту ерунду. Потом убираю и все, да? Да. Блин, классно. Конечно. Мечтал. Об этом я мечтал. Если даже у тебя кончится пена для бритья, ты можешь тоже воспользоваться ей. Все, супер. В общем, так вот, как говорится, мы постреляли, еще раз протестировали этот прицел. Вот. Просмотрели, что Константину красный цвет к лицу. На этом с вами будем прощаться. Ссылочки на все, что было в этом видео, оставлю под роликом. Заходите, смотрите, ознакомьтесь. Может быть, кому-то зайдет и кто-то купит. Но, как говорится, мы сегодня будем с вами прощаться. Не болейте, не кашляйте. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok